Новые случаи в заражении коронавирусом в Кыргызстане за последние сутки не выявлено. Зато из мест обсервации домой уже отправили 34 человека. Еще 122 вскоре присоединятся к ним. Об этом сегодня сообщила начальник управления общественного здравоохранения Инура Акматова. По ее словам, анализы этой группе подкарантинных с подозрением на ковид-19 делались несколько раз. Результат всегда был отрицательный. Сегодня службы милиции стараются всеми методами сдерживать массы народа от скопления. Однако убедить людей самоизолироваться оказалось не так-то просто, отметила Акматова. Люди игнорируют наставления медиков и продолжают выходить на улицы и общаться как прежде. О том, какая на сегодня сложилась и педиологическая ситуация в стране, в следующем сюжете. В последние дни Айнура Акматова главный ньюсмейкер. Она как официальный представитель системы здравоохранения ежедневно дает ответы на все вопросы по заболевшим и подкарантинным. А еще от нее ждут главного ответа. Есть ли новые выявленные случаи ковид-19 в Кыргызстане? И сегодня ее ответ был нет. Зато к сегодняшнему дню докторам удалось выявить круг контактов последних двух заболевших. Вчера мы оповещали о двух случаях, подтвержденных новой коронавирусной инфекции. У одного пять контактов подтверждено, у другого шесть контактов, так как они находились в местах обсервации и затем на домашнем карантине. Если остановиться на состоянии пациентов, которые находятся у нас на стационарном лечении, в средней тяжести 10 человек и тяжелое состояние у шести человек. Они находятся в реанимационном отделении. Выписано 34 человека в удовлетворительном состоянии. Этих 32 человек госпитализировали в обязательном порядке и как того требовал алгоритм действия Минздрава. Они также были в числе прибывших в страну. У них были симптомы, схожие с коронавирусом. Кашель и температура. Но проверки показали, что это было все, что угодно, только не коронавирус. Сегодня утром я отмечала о том, что 26 марта были выписаны 34 человека в удовлетворительном состоянии из-под медицинского наблюдения. У них не диагностирован коронавирус. Образцы лабораторных исследований у них были отрицательны. Стоит отметить, что у данных лиц не был диагностирован коронавирус. Они были госпитализированы и проверены, так как были схожие симптомы СОРВ и гриппа. Лабораторные специалисты с 5 февраля сутками делали исследования. Таких провели 2940 тесты и ПЦР-диагностику. Преимущественно тем, кто вернулся из эпидемиологически неблагополучных стран. Список их менялся. В Кыргызстан коронавирус попал именно воздушным путем. Теперь под карантин направляют всех прибывающих, потому что теми самолетами, которые сегодня принимает аэропорт, наши граждане прилетают из разных частей света. Напомним, всего в Кыргызстане по-прежнему 44 инфицированных коронавирусом. Их лечат в зависимости от самочувствия. Лечение симптоматическое. Эти патогенетического лечения нет. А если есть сопутствующие заболевания, то, конечно, идет и лечение, направленное на эти сопутствующие заболевания. Носительство, оно может пройти бессимптомно и не может принести никакого вреда человеку, который является носителем. Если действительно у человека слабый иммунитет и в соответствии с этим, у него на пятый-шестой день, как мы видим, появляются признаки данного заболевания. Кашель, температура, боль в горле, озноб. И по этим симптомам мы госпитализируем в стационар. Всего, как напомнила Акматова, для проведения обсервации пребывающих силами Минздрава развернуто 2290 койко-мест. В стационарах 1623. Еще в резерве имеется 715. И 215 палат интенсивной терапии. Главные симптомы вируса все, пожалуй, уже знают наизусть. Коронавирус атакует сильнее всего органы дыхательной системы. Когда наступает критическое состояние, человек уже не может дышать самостоятельно. Только при помощи аппарата ИВЛ. Их на сегодня в медучреждениях республики 600 штук. Еще два подарили доноры. А накануне из Китая пришла еще более важная посылка. Сегодня на границе Китайской республики с Кыргызской республикой, на Тору-Гарте, Китайская республика оказала гуманитарную помощь. И из Китайской республики сегодня пришли маски, средства индивидуальной защиты. Отмечу, гумпомощь передал замгубернатора автономной области Кызылсу КНР Ван Шинганг. Последним подчеркнул, что сегодня эти медицинские принадлежности едва ли не важнейшие в борьбе с эпидемией. Ведь они предназначены для защиты главных борцов, врачей. Это 10 тысяч респираторных масок, 100 тысяч одноразовых масок и еще тысяча спецкостюмов. Встречал груз губернатор на Рынской области Эмельбек Аламкулов. Я услышал, что такая же напасть, как коронавирус, настигла и кыргызстанцев тоже. Решил не оставаться в стороне. Оказать помощь вам и представляю на безвозмездной основе эти медицинские принадлежности для борьбы с коронавирусом. Великая китайская страна победила коронавирус именно дисциплиной. Мы вашу помощь очень ценим, поэтому хотим сказать, что победить коронавирус можно только дисциплиной. Наши соседи только победили у себя коронавирус и уже помогают нам. Как говорится, чем ближний родственник, скорее поможет сосед. И до этого было много помощи со стороны Китая. Как экономической, так и социальной. Мы и впредь будем сотрудничать. Хочу выразить признательность за вашу помощь. Эти средства индивидуальной защиты, заверяют Минздраве, будут переданы в первую очередь тем, кто работает в очагах. Защитить их – первая задача Минздрава. И, к счастью, на сегодня медиков, которые могли заразиться от больных коронавирусом в Кыргызстане, нет. Некоторые врачи могли сами быть направленными на карантин только потому, что работали в местах обсервации. К слову, та первая бригада добровольцев, что уехала заменять врачей в стационарах зараженными, уже приступает к работе. Это первая мобильная бригада. Она состоит из 11 специалистов. Они направлены сроком на один месяц. Они обеспечены теми необходимыми средствами индивидуальной защиты, питанием на весь срок командирования. Кроме того, все расходы, связанные с данной командировкой, а также дополнительные выплаты, сохранением заработной платы по основному месту работы, будут профинансированы согласно законодательству Кыргызской Республики, а также из эпидемиологического фонда. Эти 11 человек распределены Джалабадскую область, Лахсайский район, Валабукинский район и три лаборанта Джалабадской области. Пока мы на работе ради вас, останьтесь дома ради нас. Этот лозунг вот уже много дней главный принцип существования в большинстве стран мира. И сегодня от лица всех докторов республики Айнура Акматова снова призвала население самоизолироваться. Всемирная организация здравоохранения выступила с обращением, что самоизоляция не может полностью спасти от коронавирусной инфекции, от ее распространения. Но несмотря на это, я бы хотела обратиться к нашим гражданам. Уважаемые граждане, во благо себя, во благо своих детей, своих родственников, своих друзей, пожалуйста, соблюдайте условия домашнего карантина. Мы получаем информацию, что все-таки граждане близлежащих районов города Бишкек, к сожалению, не соблюдают условия карантина. Они почти что все время находятся на улице, общаются также со своими друзьями, коллегами в обычном режиме. И все-таки карантин, домашний карантин – это одно из основных условий для того, чтобы мы смогли в домохозяйствах, в сообществах найти всех контактных, выявить их, своевременно выявить и своевременно направить их на лечение. Причин выйти из дома днем может быть только три – аптека, больница и продуктовый магазин. И главное, чтобы люди не лгали в этом случае, отправляясь по несущественным делам на улице. Но если все-таки вышли, то помните следующее. Выходите на улицу в одежде с длинными рукавами, носите с собой салфетки, используйте их при открытии дверей, нажатии кнопок лифта и при открытии дверей подъезда и других действий. Выбрасывайте использованные салфетки в урны, старайтесь меньше использовать наличные, обрабатывайте руки после каждого контакта с купюрами. Не трогайте лицо, нос, глаза без обработки рук, используйте маску в общественных местах, в транспорте, в аптеке, в магазине. Тем, кто проявил гражданскую ответственность и остался дома, чтобы снять напряжение от усталости нахождения в одном и том же пространстве, рекомендуют организовать генеральную уборку в доме, например, всем вместе. Или поиграть в игры всей семьей. Не забывать дезинфицировать ключи, очки и гаджеты. Все то, что люди часто берут в руки, а после тянут к лицу. Обезопасить себя прежде всего могут и должны сами граждане. И еще предупреждение. Никакие тесты, ни в каких частных поликлиниках на предмет проверки себя на коронавирус сегодня невозможны. Тесты и анализы делают только по решению медиков. Сегодня данный вопрос не рассматривается о том, чтобы пройти тесты в частных клиниках за деньги. Лабораторное обследование на COVID-19 проводится по решению медицинского работника. Если вы в течение 14 дней вернулись из стран, в которых зафиксированы случаи коронавируса, если вы общаетесь с человеком, у которого COVID-19, вы обращаетесь к своему по телефону горячей линии или же по телефону, который вы знаете, к врачам, которые работают в центрах семейной медицины по месту проживания. К самоизолировавшимся дома уже в ближайшее время присоединятся 122 человека, находившиеся в обсервации. В штабе Минздрава сообщили, что у этих людей были признаки схожей с COVID-19. Температура и кашель. Однако каждый из этих 122 подозреваемых сдавал анализы по два и даже три раза. В итоге и первые, и повторные лабораторные исследования показали отрицательный результат. В этой связи их переводят на домашний карантин. Елена Яковлева, Сама Доля Тахонов, НТС. Более 300 человек милиционерой задержали во время комендантского часа в местах, где было введено чрезвычайное положение. Больше всего нарушителей было в столице 195, в Аше 25, в Карасуйском районе 55 человек. Всех задержанных до утра держали в отделениях милиции, где с ними провели профилактические мероприятия. Утром по завершению комендантского часа они были отпущены с предупреждением. Сегодня во многих районах столицы были установлены дополнительные блокпосты, перекрыты были десятки улиц. Это было сделано в целях уменьшения передвижения транспорта, чтобы службы могли провести дезинфекционные работы. Всем гражданам рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицы без острой необходимости. Ситуация с распространением коронавируса очень острая. Об этом сегодня на брифинге заявил комендант города Бишке Калмас Урузалиев. По его словам, за нарушение комендантского часа с 27.00 до 7.00 утра на территориях, где с 25 марта действует чрезвычайное положение, были задержаны 320 человек. Ей остановлено 9 автомобилей. Больше всего нарушителей задержано в Бишкеке – 195, в Аши – 25, в Джалабаде – 10, в Сузакском районе – 26, но в Катском и Карасуйском районах – 11,55 человек соответственно. По данным МВД, задержанными провели разъяснительные работы и отпустили домой после окончания комендантского часа. В ходе обеспечения комендантского часа за различные нарушения комендантского часа было задержано 195 человек. Из них 163 мужчина, 14 женщин, 6 несовершеннолетних подростков. Из этих 195 человек – 18 граждан и иностранного государства. В основном это студенты, прибывшие из Пахистана и Индии. Всего по Бишкеку установлено 120 пунктов. Из них 26 санитарно-карантинных постов, 76 небольших и 15 больших блокпостов. Напомню, что вчера говорилось лишь о 41. Кроме этого, по районам работают пешие патрули. По Ленинскому району было задержано всего 56 человек. Из них 7 женщин, 49 мужчин. По Свердловскому району было задержано 60 человек. Из них 6 женщин, 54 мужчины. По Октябрьскому району было задержано 37 человек. Одна женщина, 36 мужчин. И по Первомайскому району было задержано 42 человека. Из них 42 – все мужчины. Мы находимся на пересечении улиц Ахумбаева, Жукеева, Будовкина. Как известно, многие улицы столицы перекрыты. Вот мы видим сейчас, что правоохранители всячески объясняют водителям, что находиться на улицах города нельзя, потому что было введено чрезвычайное положение. Несмотря на это, машин очень много, какие простых горожан тоже много. Все куда-то спешат. Официально сообщалось, что дороги перекрыты из-за того, что здесь будут проводить дезинфекцию. Район ограниченной улицы Ахумбаева, Бульвар Молодой Гвардии, 7 апреля, Османкула и Джебек-Джулу создана карантинная зона, в которую как пешеходам, так и автомашинам въезд запрещен в связи с тем, что в данном районе проходит дезинфекция. Улица Ахумбаева тоже закрыта, как сообщили нам правоохранители, начиная от Алматинской до Чапаева. Правоохранители сейчас водителям говорят, что нужно сидеть дома, что нужно иметь с собой маршрутные листы, но никто не хочет слушать. Пропускают только сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций, министерства внутренних дел, также врачи, которые работают поблизости. Сообщается, что Джебек-Джулу тоже закрыт. Ограничения на передвижение вводятся во всех районах, где действует режим чрезвычайного положения. В Оржской области также перекрыты центральные улицы. Водители не пропускают и просят объезжать блокпосты. В некоторых селах Оржской области местные жители начали устанавливать блокпосты. В некоторых районах случаев заражения коронавирусом не было, а в некоторых инфицированные были. Поэтому жители этих районов не должны взаимодействовать друг с другом. Нам пришлось ограничить движение между районами. Но пропускаем машины, которые везут продукты, тщательно проверяем документы у граждан. Также пропускаем тех, кто едет в больницу. Очень важно понимать, что выходить на улицу можно лишь по трем причинам. Чтобы купить продукты в магазине, лекарства в аптеке или пойти в больницу. Исключение предусмотрено только для служащих, привлеченных к работе в период чрезвычайного положения. Весь мир учится жить в новых условиях. Под домашним карантином не только мы, но и треть всего населения планеты. Это около трех миллиардов людей. Нужно понимать, что можно пожертвовать свободой своего передвижения ради безопасности многих. Международный валютный фонд обещает оперативно рассмотреть вопрос оказания бюджетной поддержки Кыргызстану. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в нашей стране Тикран Пагасян. С ним сегодня встретился президент Сурнбайджиенбеков. Глава государства сообщил, что текущая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции и волатильностью на мировых финансовых рынках, негативно отражается на макроэкономической стабильности в стране и требует неотложных мер для сглаживания негативных экономических последствий. Постоянный представитель МВФ в Кыргызстане отметил, что фондом сейчас рассматриваются различные варианты оказания чрезвычайной поддержки странам, понесшим экономический ущерб. По словам Пагасяна, наша страна одной из первых направила заявку на получение чрезвычайного финансирования. И фонд в ближайшие дни рассмотрит нашу заявку. Президент страны сегодня встретился и с директором постоянного представительства Азиатского Банка развития в Кыргызстане Кэндис Макдейган. Сорунбай Джейнбеков предложил АБР рассмотреть возможность активизации двустороннего сотрудничества и оказания финансовой помощи для эффективной реализации антикризисных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и минимизации экономических рисков для Кыргызстана. Представитель АБР в Кыргызстане Кэндис Макдейган отметила, что большинство стран мира столкнулись с кризисной ситуацией и заверила, что банк мобилизует средства для поддержки экономики стран в борьбе с эпидемией. Она также добавила, что банкам получен запрос от правительства Кыргызстана и АБР начал оценку потенциальных рисков для экономики страны. С предложением рассмотреть возможность оказания дополнительной помощи сегодня президент страны обратился и к Евросоюзу на встрече с представителем ЕС в нашей стране Эдуардом Ауром. Сорунбай Джейнбеков выразил озабоченность распространением коронавирусной инфекции в странах Европы и выразил надежду на скорейшее улучшение ситуации. Эдуард Ауэр выразил поддержку Кыргызстану в борьбе с данным заболеванием. Сообщил, что информация об экономической ситуации в стране и необходимой поддержке направлена на рассмотрение в штаб-квартиру ЕС. Вице-премьер Эркина Сарандиев рассказал, какой транспорт будет иметь беспрепятственный пропуск при передвижениях по территории, где действует режим ЧП. Это те, кто занимается доставкой продуктов питания и продовольствия, лекарств и медицинских средств, а также те, кто занимается производством, транспортировкой и реализацией горючесмазочных материалов и газовых баллонов. Все предприятия и организации, которым разрешена деятельность, должны самостоятельно обеспечить своих сотрудников транспортировкой и перевозкой. Транспорт, который осуществляет перевозку сотрудников, должен иметь техпаспорт, водительское удостоверение, маршрутный лист, в каких целях осуществляется перевозка, что за организация. Каждый сотрудник должен иметь справку с места работы, а водитель также должен иметь с собой список сотрудников, который заверяется печатью организации. Относительно передвижения груза первой необходимости. Все грузоперевозки, которые связаны с производством, транспортировкой и реализацией продуктов питания, продовольствия и медикаментов, а также горюче-смазочных материалов и газовых баллонов, осуществляется беспрепятственно и круглосуточно. Поскольку имеет большое значение оперативность и очевидно, что в короткие сроки сложно обеспечить всех специальными пропусками и необходимыми разрешениями, принят вот такой приказ. Этот приказ будет разослан на все блокпосты. Для еще большей оперативности в ближайшее время этот приказ в отсканированном виде будет опубликован в СМИ, в интернете, по всем социальным сетям, также на официальном телеграм-канале штаб КР по COVID-19. И вы, уважаемые грузоперевозчики, связанные с разрешенными видами деятельности первыми тремя позициями, то есть, еще раз повторюсь, это продовольствие, медикаменты и ГСМ, вы можете самостоятельно распечатать и вручить вашим водителям и экспедиторам. Водители и экспедиторы, которые осуществляют грузоперевозки, они должны иметь на руках эту копию приказа коменданта, соответствующие документы на транспорт и водительское удостоверение. Я уверен, что также при водителе имеется маршрутный лист, который удостоверяет, что этот транспорт осуществляет перевозки того или иного вида деятельности. И при предъявлении данных документов на блокпостах или патрульных машин вас должны пропускать беспрепятственно, круглосуточно и беспрепятственно. Рассказал Эркина Сарандиев и относительно правил организации торговли. В местах обслуживания людей должно сохраняться расстояние не менее полутора метра между людьми. И граждане должны ответственно подойти к этим правилам. Администрациям магазинов и аптек необходимо принять меры для недопущения скопления людей в торговых точках. По всем видам разрешенной деятельности допускается обслуживание людей. То есть это в аптеках, продуктовых магазинах, медицинских учреждениях, на ГСМ. Но вводятся определенные правила. Во-первых, при возникновении очередей расстояние между людьми, стоящими в очереди, должно быть не менее полутора метров. Я призываю граждан самим соблюдать эти правила. Также руководители, и владельцы продуктовых магазинов, аптек и иных объектов, чья деятельность разрешена, они обязаны обеспечить такую организацию очередей. И они несут ответственность за соответствующую организацию. И кроме того, обслуживание людей в зоне сервиса, либо в магазинах, должно быть из расчета один человек на пять квадратных метров. К примеру, если продуктовый магазин имеет торговую площадь в сто квадратных метров, то одновременно они могут обслужить не более 20 человек. И владельцы, и руководители этих объектов, они несут ответственность за соблюдение этих правил. Желающих финансово помочь в борьбе с распространением коронавируса в Кыргызстане становится больше, как сообщает республиканский штаб, на специальный счет Минздрава, который был открыт для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств, поступило более 35 миллионов сомов. Деньги перечисляют коллективы разных организаций и учреждений, меценаты. При этом Минздрав опровергает, что медиков заставляют перечислить однодневную зарплату. 25 дальнобойщиков, которые ранее не смогли вернуться из Ирана, добрались в Кыргызстан. Их, как сообщается, сразу же поместили на обсервацию в Токмаке, в помещении в шишите одного из лицеев города. У водителей взяли пробы на анализ. Напомним, в начале марта более 50 водителей сообщили, что застряли в Иране из-за того, что Туркменистан полностью закрыл свои границы. Нашим дипломатам удалось добиться открытия маршрута возвращения первой колонны из 25 фур через Азербайджан, Россию и Казахстан. В МИДИ сообщают, что последняя колонна из 12 грузовых машин накануне пересекла российско-казахстанскую границу и направляется в Кыргызстан. Выявлен очередной распространитель ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ. По данным спецслужб, 47-летний житель Аша сообщил информацию о якобы заразившихся коронавирусом жильцов одного из домов Аша. В ходе проверки медицинскими работниками каких-либо признаков коронавируса среди жителей не обнаружено. В отношении Мрозакулова проведена профилактическая беседа, где он публично раскаялся в содеянном. ГКНБ призывает граждан не распространять панические слухи и фейковую информацию о коронавирусе. Это может привести к эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике. Глава Всемирной организации здравоохранения считает, что агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и отслеживанию – это не только лучший и быстрый способ преодоления экстремальных социальных и экономических ограничений, но и лучший способ их предотвращения. Тедрос Аданом Гибрейсиус уверен, что в странах, где приняты беспрецедентные меры, где людей просят оставаться дома и прекращено передвижение населения, дает властям выиграть время и снизить нагрузку на систему здравоохранения. ВОЗ призывает страны, которые ввели такие меры, блокировки и использовать это время для атаки на сам вирус. ВОЗ рекомендует шесть ключевых действий для борьбы с коронавирусом. Во-первых, расширять, обучать и использовать вашу медицинскую и общественную рабочую силу. Во-вторых, внедрить систему, чтобы найти каждый подозреваемый случай на уровне сообщества. В-третьих, увеличить производство, мощность и доступность тестирования. В-четвертых, определить, адаптировать и оборудовать средства, которые вы будете использовать для лечения и изоляции пациентов. В-пятых, разработать четкий план и процесс карантина контактов. И в-шестых, переориентировать все правительство на подавление и контроль COVID-19. Давайте поддержим медиков. Под таким девизом активисты призывают начать акции по всей стране. По их словам, многие медработники работают без выходных, не покидая отделений, не видя родных и близких. В Караколе, к примеру, медикам инфекционного отделения Иссык-Кульской областной объединенной больницы подарили цветы. Букеты сделал флорист Петр Анухин, а доставил директор одной из турферм. Каждому сотруднику вручили по букету альстромерии. Активисты выражают благодарность за профессионализм, заботу и терпение врачам, медсестрам и санитаркам, которые поддерживают каждого пациента и ждут вместе с ними результаты анализов. Это была вся наиболее важная информация уходящего дня. Оставайтесь дома и будьте с нами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»